Ну вот это нормальный мазохизм, я считаю. Цель программы минимум была заставить Борю плакать. Чилитарии всех стран, соединяйтесь. Всем привет, это Евграф и Борис. И мы сегодня будем пробовать острые соусы, 6 штук, российского производства, нам их прислали, компания Chili Club NSK, ссылка в описании. Спасибо им за это. Многие спрашивают, где взять острые соусы, которые я использую в программе Огнива, или которые мы с Борисом пробовали где-то там на стримах когда-то. Ну где? Нигде. Заказывайте за границей. Либо попробовать, найти альтернативу. Мы еще не пробовали эти соусы, ничего про них не знаем. У нас будет честный абсолютно обзор. Все, что нам не нравится, мы выскажем так же, как и то, что нам нравится. Ну и просто пообщаемся, попробуем, поговорим про остроту. Борису, наверное, будет не очень удобно есть в маске. Все оценили, совсем смешно. Давай. Не, на самом деле я бы остался бы, конечно, в маске, потому что маска это очень важно. В пятерочке не обслуживают без маски. Но так как мы сегодня едим соусы, это альтернативный вариант того, как можно обезопасить себя от спида. Да, все верно. Вот. Так и есть. Сегодня мы будем пробовать 6 острых соусов. Они расставлены по порядке возрастания. Будем пробовать на наггетсах, которые мы заказали, и запивать водой, если что. Мы находимся, кстати, в дайнер-лофте, за что спасибо ему и мне за то, что я сюда пришел. Первый у нас Smoky Forest. Вот это вот самый неострый, который есть тут. Соус на основе перцев чипотли, добавление Carolina Reaper и Bourbon. Универсальный соус с ярким ароматом чипотли, с балансированным вкусом, острота около 30 тысяч сковелей. Это самый неострый, там дойдут до 500 тысяч. Вот. Ты сказал, что это сделано в Новосибирске? Это все сделано в Новосибирске. Ну как бы, чили-клуб NSK? Можно догадаться, что NSK это… А, NSK. Мне послушали MSK. Носкоу. Носкоу, да. Николай Носкоу. Николай Носкоу. Столица нашей Родины. Нюхни. Да не, пахнет вообще не опасно. Ну такой шашлычный кетчуп Балтимор. Пробуем. Я бы стрясал лишнее, и мне кажется, постепенно по увеличению остроты надо делать меньше, как бы, капель. Вот мне на палец попало, кстати, и не жжет. Ну, это 30 тысяч сковелей – это ерунда. Ну как ерунда. Если вы пробовали острые соусы, когда-нибудь в в свою жизнь, то он нормально. Но, если вы пробовали максимум Heinz супер-острый или там острый у них есть, то это будет гораздо острее. Ну, он нейтральный. Он начинает играть. Вот это вот тем, кто любит острое, но, наверное, есть его и не может, это такой вот умеренный вариант, потому что он прям вот действительно лайтовый. Ну, не знаю. Ну, в смысле, он, конечно, относительно лайтовый, то есть относительно того, что будет дальше, очевидно. Но он не такой слабый. То есть он до сих пор у меня во рту. Да, он играет. Это я уж не знаю, что Каролина или Чапотли там много запихали. Что ты скажешь по поводу вкуса? Я никого бурбона там не почувствовал. Честно сказать. Нет, бурбона нет, но что-то такое копченое, либо это у меня психосоматизм. Чапотли. А, ну да. Копченость чувствуется, такая острая копченость. Вот. Ну, в принципе, больше ничего. Мне кажется, вот, кстати, шутки шутками, а к шашлыку идеально. Да, да. Это что-то… Ну, как бы копченый, в меру острый, такой почти барбекю соус. Он чуть-чуть… Ну, сладости там маловато, если чуть больше сладости, будет вообще просто заостренный барбекю. У меня, кстати, вот есть вопрос к тем, кто разрабатывал этикетку. Не, круто. Он такой черный, прям вот… Не видно ни хрена, я согласен. Классно. Но, да, указаны эти социальные сети, вот это все. Но, вот, что за странный узор со снежинками? Это что-то должно обозначать? Может быть, это форест? Они подумали, что черный просто не прикольный, надо какой-то фон. Ну, снежинки. Да. Снежинки и острый соус. Ну, типа, он острый на фоне снега, я не знаю. Мне, ну, не очень нравится дизайн. Главным образом, мне не нравится, что пластиковые бутылочки. Честно говоря. Ну, в общем, особо сказать про него нечего. Мы все сказали, что могли. Да, нет, приятный, приятный, но мы не кетчупы здесь дегустируем. Да, в конце концов, черт побери. Следующий соус называется Сайбериан Голд. Его острота 30 тысяч сковелей. То же самое, короче. По остроте такой же, но этот в карибском стиле, на основе манго, супер острых перцев Фаталии, я такой не знаю, и Скорпион. Видимо, это Тринитада Скорпион. С добавлением цитрусовых, сухого вермута и сычуанского перца. Я понял, почему здесь взялось это словосочетание. Скорпион. Фаталии. А, Фаталии, точно. Пахнет опаснее. Но мы пока льем. Он прям очень жидкий. То есть тот был гуще гораздо. Что, кстати, хорошо для острых соусов, когда он густой. Потому что он не выливает сразу все. Это неаккуратно сделаешь. А, кстати, еще минус. Если у нас честный обзор. Никаких этих дозаторов нет на бутылке. То есть огромное горлышко, как от обычной бутылки. Я понимаю, почему они это сделали. Потому что я знаю не понаслышке. Точнее, наоборот, понаслышке мне рассказывали производители соусов российские, что сложно достать бутылочки. Такие маленькие бутылочки. Вот формат от до соусов. Поэтому это явно от каких-то, может быть, полуфабрикатов какой-нибудь бутылки большой. Мы грабанули эту лабораторию, которая анализы делает. Ну, это 100 миллилитров. Честно, честно. То есть как бы для соусов нормально. Но я имею в виду, что стеклянные бутылочки, видимо, сложно достать такие. Манго, кстати, почувствовался в запахе. В запахе есть манго. И он, мне кажется, пахнет острее. То есть по ощущениям он острее по запаху. Ну, сладенький. Поначалу, видимо. Ну, острота постепенно проявляется. В том тоже, кстати, довольно долго она держалась, острота. Ну, этот интереснее, как минимум, благодаря тому, что у него есть сладость вот эта в цитрусовый вкус и сладость. Не прям в цитрусовый вкус. Не как апельсин жрать. Но вот это вот. Там что, я не знаю, цедру они что добавили. Да, цедра есть? Да. Цедра лайма, цедра лимона. Ну, вот что-то из этого там, да. Ну, видимо, там и сок тоже. Кислоты особо нет при этом. Но вот в цитрусовый вкус есть. Острота пока еще держится. Неплохая. Ну, тоже лайтовая. А сколько ты сказал? Тоже 30 тысяч. И там, и там. Ну, а чувствуется, что уровень остроты такой же? Уровень остроты примерно тот же. Ну, на самом деле, сковель – это, конечно, такая вещь. Условная более. Ну, то есть, она примерно дает представление об остроте. Потому что острота ощущается по-разному в разных условиях. В зависимости от твоего настроения, что ты ел, какое у тебя состояние, душевное равновесие, я не знаю, с чем смешали соус. Сладости больше добавили, меньше и так далее. Небольшое слюноотделение вот это дает. Соусы. Оба. Да, я вот предыдущую фразу не мог сказать. Надеюсь, ты вырежешь и просто… Друлинг, как это называется в английском. Я хочу еще понюхать его. Мне реально понравилось, как он пахнет. Вот честно, если бы он был бы чуточку поострее, я бы ему сразу поставил бы 5 из 5 в своем рейтинге. И вот именно тех соусов на каждый день, которые я там с едой употребляю. Мне в этом не нравится единственное, ну и главное, это то, что он жидкий слишком. Да, это конечно. Я все-таки люблю более густые соусы. Их аккуратнее, они как бы более компактно капают. Возможно, ты прав. Дозатор бы помог, а то вот это можно с человеком не знающим войти в ситуацию типа из серии «капни мне капельку». Но острота держится, то есть он не прям такой детский совсем уж. Он может быть детский для тех, кто там постоянно остроту жрет, но кто как бы умеренный любитель. Ну, ничего, нормал. Умеренный любитель, новичок. Мне кажется, вот первые два – это прям отлично заходит. Новичок. Третий соус называется «Siberian berries», что в переводе на русский с сибирского означает «сибирские ягоды». Сибирский морс, по-моему, такой был. Нет, «Чудо-ягода». А, нет, там на самом деле много ягод, морсов много. Если какая-то такая ягода, живая какая-то ягода. Вот, блин, реально не круто, что они деформируются так. Да, вот стекло было бы круче. Но зато плюс этих соусов, кстати, я не сказал, они стоят все, ну кроме последних двух, по 555 рублей. Что кажется, типа, дороговато. На самом деле это раза в два меньше, чем среднестатистический соус, который вы… Либо вам уже привезли, вы купили, это в три раза будет дешевле. Либо вы просто заказываете из-за рубежа, у тебя пока там приведет, пока доллар и все такое. Так что это вполне выгодно. Ну и плюс, видимо, они там экономят, пока у них не такое производство, что там миллион бутылок. Соус из черники, голубики, ежевики и смеси супер острых перцев. Каролина Риппер, Скорпион, Seven Pot. Мы, кстати, ели Каролина Риппера и Seven Pot. Как Элиса, да. Вживую, да? Вживую, да. Можете посмотреть в углу ссылка, просто сами перцы. Это где у меня еще сопля вылетела. Знаменитый момент. Добавление выдержанного сухого красного вина и бурбона. Ароматный соус насыщенного темного цвета с медленно растающей астатой, хорошо сочетается. 70 тысяч сковелей. О, вот это вот уже now we talk. Now we talking. Он тоже жидкий. И здесь этот явно похож. Ну, они, наверное, имели в виду. Бравада. Блюбери, который мы едим во время огнива. А, этот с пулькой или не с пулькой? Нет, с пулькой это... Нет, нет. Я понял о чем это. Он называется блюбери там чего-то. Ghost pepper blueberry, по-моему, так он называется. Вот. И этот и по цвету, и по составу, наверное, похож. Ну, как минимум то, что там есть голубика, черника. Очень сладкий. Вначале вообще не острый. Но это быстро... Ошибка эта проходит. Ошибочное суждение. Начинает нарастать. Если вас бесит, как я облизываю пальцы каждый раз, ставьте плюс в комментариях. Не знаю, или минус. Если вас бесит, как он пытается это... Назовится байтить. Байтить комменты. Хватит байтить комменты. Я все знаю обо всем. Короче, пока что-то остроты не особо. Написано в два раза... Он по паспорту должен быть в два раза даже больше острее, чем первые два соуса. Ну, больше, чем в два раза, да. Пока я не чувствую... То есть я чувствую остроту, я не чувствую, что она больше, чем у тех, которые были до этого. Согласен. Для меня он по остроте вот прямо на таком же уровне. Хотя она как-то где-то в горле. Опять же, у разных перцев в разных сочетаниях будет... Острота в разных местах проявляется. У кого-то резко пламя такое вспыхнуло и прошло. У кого-то медленно проявляется. У кого-то в рту, у кого-то в горле. Вот у меня сейчас оно как-то откуда-то снизу идет. А у меня пламя в груди, но мое. А, замечательно. Что мы скажем про этот соус? Прямо того, что он сладкий и не особо-таки острый. Он сладкий, мне кажется... Вот я бы его реально приравнял бы к первым трем. И вот из первых трех, вот если бы новичок... У нас было два пока. Первые два. Ну и два, и вот этот. Я как бы их вообще бы сравнял. Несмотря на то, что здесь больше сковелей, все равно бы сказал, что не бойтесь его покупать. Просто это чисто на любителя. Кому-то нравится шашлык с копченым кетчупом, кому-то с манго-кетчупом, кому-то с ягодным кетчупом. Отлично объяснил. Переходим к следующему соусу. Следующий соус у нас называется... Bloody Rock. Соус в Tex-Mex стиле. На основе смеси свежих ферментированных чили и каролины рипер. С добавлением молотых чипотли, копченого гостпепер и специй. Яркий аромат ферментированных перцев и специй отлично подходит к блюдам русской кухни. Шашлык, пельмени, манты. Да, суши и другие. Мне нравится. Я обожаю вообще, как красные на черном смотрятся. Но опять вот этот олень со снежинками. Ну, окей. Красные на черном. Это Сибирь. Ага. Мне не нравится, что, конечно, большая часть этикетки ее занимает какое-то непонятно что. То есть это не картинка, это ничего. Ну, это минимализм. Кстати, зацени, тут даже есть call to action. Чили-хеды всех стран соединяйтесь. Зачем? Не знаю. Они ошиблись в слове объединяйтесь, что ли? Ну, во-первых, да, но может быть... Ну, просто причем здесь, я понимаю, если бы там штекеры всех стран соединялись, я бы мог понять. Или гибель, ну ладно. Вилки и розетки, да. А что такое техмекс? Техмекс — это Техас, Мексика. Это типа кухня. Ну, обычно это чили, которые конкарные, всякие там буррито. Вот техмекс, техмест. Техмест, где Техас и там недалеко Мексика тоже. Так, я смажу рецепты. Давай. Давай на раз-два-три скажем, что у нас основное в запахе. Раз-два-три. Чеснок. Ну, понял, у тебя все кетчуп. Нет, я к тому, что... Очень чесночный. Ты что? Не знаю, я слегка чувствую совсем. Для меня он какой-то томатный, прям реально. Там есть томаты. Перец чили, перец сладкий, томаты консервированные, перец чили, да-да, уксус. Уксус, томаты, лук, чеснок. Нет, томаты там есть, но имею в виду, что это как база. Опять-таки, очень жидок. Так, сколько сковелей, напомни? Сто тысяч шковелей. Шковелей. Сто тысяч шковелей. А шковели в каком классе? Проходят. Да, шковели и шковельницы. Ну, за все. Ну, это хотя бы овощной соус. Понятно? Помидорка. Помидорка, лук, чеснок. Перец. Блин, пока не верю. Ну, то есть, для меня, что вот те были 30 тысяч, что вот этот. Честно говоря, я не знаю, как они мерили. Может, его пить надо? Извините, что пить надо. Может, и надо. А может, и не надо. Ну, смотри, пока, ну, проявляется острота, пока проявляется. Покалывает. Но ничего такого выдающегося. Пока, пока, пока. Покалывает перцами язык мой. Ну, это по ощущениям остроты примерно, ну, может, чуть острее, чем то, что было до этого. Вообще не согласен. Ну, на том же уровне. Ну, вот прям реально на том же уровне. Либо мы настолько, как бы, грамотно повышаем сковель, что мы не ощущаем этой разницы. Хотя, мне кажется, вот, ну, мы когда следующий пробуем, у меня уже все проходит в голове. Да, остроты от предыдущего соуса нет. Только слюна отделения остается. Ну, да, это как острый кетчуп, короче. То есть, если первый был еще чуть-чуть и острый барбекю, если сладости побольше. Да, да, копчененький. Копченый. То этот не копченый, просто кетчуп. Острый. Слушай, а жести сегодня будет? Ну, обещали. Вообще, ну, если оно так же будет, типа, в миллиард сковели, ну, то же самое, тогда не будет. Но, вообще, максимально у нас сегодня 500 тысяч сковели. О-о-о. Вот. Собственно, все эти соусы, которые мы сейчас попробовали, стоят 555 рублей. Если что, покупайте. Кстати говоря, по промокоду EDMTV. 15% скидка. Ссылка в описании. Мы переходим к следующему соусу, к одному из двух последних. Это у нас Scorching Chocolate. И он стоит, как ты думаешь, сколько денег? Ну, наверное, что около 1000. 666 рублей. Супер острый соус на 16% состоящий из шоколада Chocolate Ghost. Есть такой, да. Этот шоколадный, значит, Ghost Pepper. Также в составе русский имперский ставот. Маслины, морковь, водка, белые грибы, каперсы и финики. Сложный соус. 200 тысяч сковелей. Да, ну смотри. Тут еще, кстати, ну здесь на этикетке написано, что есть крахмал. Я не знаю, хорошо это или плохо, но честно говоря. Хорошо. Я надеюсь, что он более густой. Окей. И, может быть, раз здесь водку надо в стопки его наливать, и это все. Да, потом. Он гуще-гуще, кстати. Вот надо крахмал. Чего вам проблемы-то крахмал добавить? Ничего плохого в крахмале нет. Ммм. Пахнет серьезнее. Но учитывая, что предыдущие тоже пахли достаточно серьезно некоторые. Нет, вот здесь вот что-то опасное есть. Ой, консистенция. Он типа прянкс. Пянкс. Все. Ну, потому что он острее, они решили сделать его гуще. Все логично, правильно. Просто и кетчуп можно делать гуще, чем эти соусы. Так что пробуем. Вначале вообще ничего осталось в смысле. Ммм. Конечно, вся эта сложная история, она как-то в одно. Слипается, там сложно разделить. Все, что мы перечислили, я уже забыл. Киды каперсы, оливки. Водку помню и стаут. Водка, стаут имперский. Но это все, наверное, где-то есть? Нет, есть. Хорошо. Начинает. Острота потихонечку проявляется. Мне интересно, какой вкус должна водка добавить? Водки нет вкуса. Чем лучше водка, тем меньше вкуса. Вы что, спирт тогда просто капнули? Или что это такое водка? Нет, на самом деле я уже возбудился немножко, когда ты читал состав. Ну, то есть стаут и водка. Прям это же вообще... Это я люблю. Это я люблю. Это я люблю. Я думал, сегодня ужин пропущу, а нет. Прикольно. Нет, мне нравится, что до сих пор еще эта острота остается. И это действительно острота. То есть здесь я не скажу, что здесь 30 тысяч сковери, как во всех предыдущих. Да, да. Ну или там я не знаю сколько, но... Поострее. Хотя предыдущий, я не согласен, я считаю, предыдущий был поострее, чем до того. То есть соус, как он назывался? Владирок мне показался чуть поострее, но не в три раза, чем те, которые были до него. Да, это 200 тысяч, и он, повторяю, на 16% состоит из перца Chocolate Ghost. Итак, мы переходим к последнему на сегодня соусу. Burning Bear. Burning Bear. Супер острый соус на основе ферментированного перца от Carolina Reaper. Киви и текила. Имеет яркий аромат запеченных перцев, лука и чеснока. В смеси с ферментированным перцем. Отличается особо сильной остротой. 500 тысяч сковери, обещаю. Хорошо подходит к любому мясу бургерам, яйцам. Ну, пахнет как типичный очень острый соус. 500 тысяч, да? 666 рублей. Нет, 500 тысяч. 500 тысяч сковери, 666 рублей. Слава Стане. Угу. А, у нас поправки конституции, да, по поводу того, что сатана, это нехорошо? Просто там, по-моему, нет ничего. Бог, это хорошо, просто сатану, по-моему, не сказано. Ну, слава богу. Точнее, сатане. Много уксуса, кислоты прям дофига чувствуется. Наталья. Ну, я уже сейчас вот здесь понимаю, что 500 тысяч сковери должны были меня сейчас разорвать, но, кажется, этого не будет. Они могут не сразу, кстати, тоже. Ну, да, пока все понятно, он самый острый из всех, которые есть. Да, безусловно. Несомненно. Ну, вот этот можно назвать острым соусом, наконец. Сегодня мы ели-еле, и то есть, как бы, это как бы уже из категории сверхострых соусов. Самый ли острый, который я ел? Нет. Пока еще точно нет. Они попытались что-то с ним сделать. А вот смотри, острый, а вкусный ли? Вот для тебя он вкусный? Нет. Мне кажется, вот здесь вот острота перебивает вкус. Ну, слушай, в таких соусах это по-другому не может быть. В сверхострых соусах… Слушай, а ты пошли другим пальцем вытирать. Да. В сверхострых соусах проблема вкуса заключается в том, что острота его в любом случае перебьет. Но те, кто старается как бы обойти этот момент, они делают более густой, но он и так более густой. И там перцы более долгоиграющие, которые… Сначала ты чувствуешь вкус, и потом постепенно из него проявляется уже острота. Здесь из вкуса я почувствовал только уксус вначале. Все. Какие-то там киви, шмиви. Ну, наверное, то, что мы чувствуем, это то, что первое в составе, по идее, написано. Ну, по идее состав пишется по убыванию в процентном соотношении. А тут перец, первый перец, и потом как-то, да, уксус. Малоинтересный соус, но весьма острый. Да, это если вот оказалась у тебя вот эта линейка соусов, и хочется именно прямо… Долбануть. Долбануть, да. За 66 рублей. А на сет есть скидки, кстати, если ты весь покупаешься? 15% скидка по промокоду? Не, мне просто прислали все, которые у них есть, и все. Ну, да, это по остроте вот эта норма. То есть, если вы смотрели, например, как мы жрали острые перцы, там, адские, или как я интервьюирую людей, которые едят под конец острые соусы, вот эти все в огниве, то это типа того. Типа того, с чего ты начинаешь. Ну, нет, это не так, но это может быть какой-нибудь третий, четвертый с конца. Но все равно, про 500 тысяч не верю сковелей. 666 рублей верю, 500 тысяч сковелей не верю. Ну, а с чем, как ты знаешь? То есть, надо померить просто, и все. Сковели, это же… Мы уже, если вы не смотрели, посмотрите видео, где я интервьюирую доктора Ксению Морозову, которая рассказывает про то, как она меряет остроту у себя в Италии. И там она говорит, что сковели, это, как это называется, я не помню, забыл, органолептическая шкала. То есть, как это изобрели сковела? Взяли, попробовали, там, что-то острое развели, там, с водой и спиртом, там, что-то, я не помню, один к одному. Короче, разбавили в два раза, попробовали, разбавили в два раза, попробовали. И вот, пока острота есть, типа, пробуют. Допустим, 100 раз разбавили, острота прошла, значит, 100 сковелей, вот всё. Естественно, все эти 5 тысяч, 500 тысяч и тем более миллионы, это уже есть таблица, которая просто переводит в это. То есть там, типа, САС содержится, там, я не знаю, сколько-то миллиграммов, там, капсоицина на какой-нибудь там квадратный километр. Соответственно, это столько-то сковели по таблице. Все. Поэтому не знаю. Острота держится долго, горечь еще пошла, вот эта острая горечь. Слушай, а мне вот это сейчас послевкусие нравится. Кстати, у меня немножко попало на губу, и вот даже там губа так пульсирует немного. Ну, да, да, а это, типа, как онемело чуть-чуть. Прикольно. Мне даже пока запивать не хочется, потому что вот за все вот это время... Хочется запить соуса поменьше. Не было вот той остроты, на которую я настроился. Вот. Но это неплохо. То есть как бы... Мы рады, чего убирать соус. Реально. То есть если нравится острое, но, допустим, нельзя, или там не любишь есть там часто и так далее, мне кажется... Если нравится острое, но не любишь есть острое? Ну, типа того, да. Можно купить соус. Логика. Можно купить соус. Просто не покупать соус. Да. Ну, нет. На самом деле, вот первые три — это спокойно вообще с любым там шашлыком, блюдом и вообще без... Пяти три. Просто вот, допустим, кетчуп надоел. Вот этот острый. Да. Мне... Из этих первых трех мне понравился... Ну, вот блюбери я... Мне больше нравится все-таки бравада, который у меня был. А вот самый первый прикольный — Smoky Forest. Он копчененький такой. Хороший, приятный соус. Ананасы на любителей я просто не любитель этих... Точнее, манго — это манго, не ананас. Извините. Манго я люблю, когда он аски острый, и манго, и густота вот эта вот манговская. Ну, плюс обычно крахмал, наверное, добавляют. Они хорошо друг друга дополняют. А здесь вроде не то, не сё. Не знаю. Вот мне больше всего понравился первый из этих... Из первой тройки игроков в студию. Тебе какой понравился из первой тройки? Из первой тройки мне понравился как раз манго. Из первой четыре соуса, короче, это... как укрепленный кетчуп один из них очень похож. А последние два — они все-таки поострее. Ну, последний — самый острый. А этот скорченчок, ну, не знаю, мне как-то вот он не запомнился. Мне запомнились только первые. Вот самый первый мне запомнился и понравился, а остальные запомнились. А дальше как-то там как-то неясно. Хочется больше вкуса какого-то вот кроме остреньки самой. Что-то еще вокруг. Мне реально прям не хватает того, чтобы было какое-то разнообразие в брендинге. Ну, название хорошо, здорово, но, допустим, даже какая-то цветовая градация или вот этот вот узор, который сзади, да, там, типа, я уверен, много есть еще сибирских символов, там, те же медведи, комары там и так далее. Вот. Ну, то есть, допустим, да, чтобы была какая-то логика в этом во всем, там, здесь, не знаю, здесь как раз комар, там, да, и дальше вот по возрастающей там до какого-нибудь, там, не знаю, сатаны. Знаменитой сибирской сатаны. Да, да. Ну, если нам недостаточно острым, всегда есть, конечно, мэтт-дог с содержанием экстракта... Пули. Экстракта пули. Да, там шестимиллионный этот экстракт. Сам он 750 тысяч с ковили написано. То есть он, типа, ну, несколько, по идее, да, несколько острее, чем самый острый соус, который мы пробовали. Да, пахнет при этом он как бог. Такой сладкий, приятный. Не пахнет смертью вообще. И он очень густой, что тоже очень приятно. Но я хорошо помню, какой у него вкус. Мне, пожалуйста, в 10 раз меньше. Я просто тоже помню. Знаешь, как эти вертолеты начали летать? Так как Фрикнам вспомнил. Да. Это мы сейчас просто делаем, потому что нам хочется. Ну, это что мне хочется, ладно. Да ладно, просто. Всем хочется. Это гастрономический мазохизм. Да, тут уже надо. Это мы сейчас сравниваем. Вот как бы... Ну, это, правда, сейчас ты не купишь, там, их все раскупили. В общем, это сложно с поставками. И он стоит, если купить, там, несколько тысяч рублей по-нашему. Это подороже. Но это вещь. Это последний соус или предпоследний, я уж не помню, в разных огнивах по-разному, которые я даю гостям. По крайней мере, огнива. До встречи на той стороне. Не, бля. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. О! Тут написано, 160 сковеля, это чего? А, это cayenne peppers. Ну, там в составе много разных перцев. Вот это я понимаю острота. При этом есть вкус все-таки. У него, да, в том-то и дело. Что мне нравится в этом соусе. Меддога 357. Они постарались и сделали какой-то вкус вначале. Он сладкий. Какой-то медовый, я бы даже сказал. Густой, хороший. Ну, конечно, острота адская. Приходит. У меня прямо слезки потекли. Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, вот это нормальный мазохизм, я считаю. О! Ага. Цель программы минимум была заставить Борю плакать. Программа максимум. Я потом расскажу. Я попью. Не знаю. Ну, зря. Вода, она дает психологический эффект. Она, конечно, разбывает в порту. Просто секундочка. Она не снимает. Это секунда облегчения. Я даже не буду это делать. У меня от такой остроты обычно приход случается. Ну, как? Сейчас смотрю на свет, и он как будто разноцветный, радужный. Хе-хе. Я не буду. Я вот воды еще не пил пока. Вот он не в полтора раза острее, чем самый острый соус, который мы попробовали до этого. Вообще ни разу. Ну, если так вот говорить, то типа раз в пять. Ну, то есть такого плана. Такого порядка цифры. Так что либо эти обманывают, либо эти обманывают. Хе-хе. Конечно, они просто мерят по-разному. Вот такой обзор. Пишите, может быть, у вас есть какие-то идеи, что нам еще попробовать. Спасибо Chili Club NSK за то, что предоставили нам соусы. Если хотите, переходите по ссылке, можно там заказать со скидкой. 15% по праву кода ЕГИМТВ. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, лайки. Естественно, там Инстаграм, Телеграм, все ссылки в описании. И это, чилитарии всех стран, соединяйтесь. Чилитарии? Чилихеды? Соединяйтесь. Знаешь, анекдот про фрукт? Нет. Сидят как-то в зоопарке какие-то грузчики, значит, и пьют там, и спорят. И один говорит, правильно, фрукт. Второй говорит, не, правильно, хрукт. Ну, в общем, короче, спорят. А недалеко от них сидела учительница русского языка и литературы, ей все надоело. Она встала такая, вы идиоты, ничего не понимаете? Правильно, фрукт. И уходит. И такие смотрят друг на друга. Да ладно, откуда она знает, как слон пердит? Да ладно. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Да ладно.